Время брифинга в Одессе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует внести представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с нардепа от опоблока Николая Скорика. Причина – событие 19 февраля 2014 года. В тот день перед зданием облгосадминистрации были избиты журналисты. Скорик в тот момент был губернатором. Генпрокурор отметил, что данное дело в отношении бывшего главы области не единственное. Дело про Скорик, которую мы направим, не может обмежаться только эпизодом побития демонстрантов. Я лично думаю, что следствие будет очень глубоко выучить его роль в организации сепаратизма в этом и не только в этом регионе. Заявление Юрия Луценко – это давление на оппозицию и демократию в Украине. Такое мнение высказал Николай Скорик в Верховной Раде. Нардеп обратился к послам США и Европейского Союза. Обвинение в свой адрес по поводу организации избиения журналистов 19 февраля 2014 года Скорик назвал пиаром. Народный депутат также отметил, что действия генпрокуратуры незаконны, а однопартийца Александра Орлова правоохранители заставляют свидетельствовать против него, заявил Николай Скорик. Я должен от политической партии, оппозиционный блок, обратиться к послам стран Европейского Союза, послам США, ко всему мировому сообществу с просьбой повлиять на украинскую власть и не дать окончательно уничтожить в Украине демократию, оппозицию и свободу слова. Лично Николай Скорик к комментарии Думской ТВ не дает. Прокуратура провела обыски и вызвала на допрос депутата горсовета АТО Поблока и бывшего первого вице-губернатора Одесской области Александра Орлова. Об этом сообщил его однопартиец Алексей Еремица. По словам депутата, обыски связаны с делом 19 февраля, когда у здания Одесской обладминистрации группа вооруженных людей напала на активистов, журналистов и горожан. Сам Еремица данные следственные действия связывает с политическим преследованием. В преддверии возможных досрочных парламентских выборов. Мне кажется, что когда сейчас начались какие-то активные действия через 20-е годы, это является не наведением порядка и наказанием виновных, поиском наказания виновных, а является политическим преследованием. Потому что если бы стала задача найти виновных в этом происшествии, то мне кажется, были все возможности у прокуратуры, кто этим занимается, еще виновными в 2014-2015 году. Отмечу, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время Александру Орлову вручат подозрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова